Сергеев Посат и Переяславль-Залесский, Ростов и Ярославль, а еще Кострома, Иваново-Суздаль, Владимир. В истории Золотого кольца России особая дата. В эти дни отмечают 50 лет, как появился первый туристический автобусный маршрут по этим восьми городам. Там все буквально дышат историей, а красота златоглавых церквей, уютных улочек и самых необыкновенных музеев завораживает. Каждый найдет что-то для себя. Прогулки, экскурсии, а может гастрономические туры. О центрах притяжения Александр Лякин. Простая и гениальная идея объединить 8 древних городов России пришла в голову писателю и журналисту Юрию Бычкову полвека назад. Он не только проехал по Кольцу, которое больше похоже на полумесяц, но и придумал название, ставшее одним из главных брендов страны. Я считаю, что любой россиянин должен совершить путешествие по городам Золотого кольца. И, собственно, почему именно здесь? Да просто потому, что отсюда зарождается история русского государства. Потому что и Юрий Долгорукий, и Андрей Боголюбский, и все вот большое гнездо, они правили на территории сначала Ростова Суздальского, а потом Владимира Суздальского княжества. То есть, по сути, корни нашей страны, они находятся именно здесь. А Владимир некогда был столицей. Каждый экскурсовод в душе считает, что его город главный в этом блестящем ожерелье. Во Владимире нам с гордостью показывают золотые ворота и самые древние белокаменные храмы Руси. В Костроме покажут знаменитую беседку Островского из Беспреданницы и расскажут легенду о происхождении планировки города, улицы которого расходятся из одного центра. Якобы Екатерина Великая уронила веер и повелела распланировать город по его форме. Именно здесь императрица Екатерина Великая в 1767 году бросала веер, благодаря которому и появилась такая своеобразная застройка у Костромы. Жители Ростова напомнят, что не просто так их город называют великим. Покажут сказочной красоты Кремль, а для верности напомнят, что именно тут снимались кадры из фильма Гайдая про грозного царя. Живем, брат демонов! В Суздале скажут, что именно их город самый красивый, потому что, в отличие от других, полностью сохранил исторический облик и не спорчен утилитарной архитектурой. Но, тем не менее, у Золотого кольца есть и формальная столица со штаб-квартирой в Ярославле. Сейчас никто не едет по всему маршруту, не объезжает все восемь городов. Сейчас маршрут Золотое кольцо является таким маршрутом выходного дня, когда можно выехать из Москвы в четверг вечером и за пятницу, субботу и воскресенье проехать по двум-трем городам Золотого кольца. Золотое кольцо – это не только золотые купола и белокаменные стены. Многие находят тут хорошую кухню, театры и другие развлечения. Послушать мелодию колоколов или бой старинных часов в музее, прогуляться по набережной Волги, в Ярославле можно сделать несколько дел за день, а на обратном пути успеть заехать на родину Сергия Радонежского и русской матрешки – в Сергиев Посад – единственный подмосковный город Золотого кольца. Голова соответствует туловищу. Вот наша матрешка. Сергиев Посад называют воротами Золотого кольца. С нему обычно открывается путешествие по старинным городам России. Но это смотря по какой трассе начинать. В любом случае, посетитель города обязательно окажется на смотровой площадке. С этой крутой горки напротив монастыря ребятишки катаются на санках уже несколько столетий. К пятому Сергиев Посаде! Сергиев Посад – центр русского православия, знаменитая Свято-Троицкая лавра. Но в такую погоду разглядеть ее копола можно только в хороший бинокль. Но прямо напротив лавры есть известная Блинная гора. И туристы могут не только посмотреть на зимние развлечения, но самые отчаянные скатиться с горы. Александр Лякин, Александр Дудин, Сергей Мухин, Надежда Каширская, Первый канал.